Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика». С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Смотрите сегодня. Переселить нельзя оставить. На еженедельном совещании в Доме правительства обсуждали вопросы выполнения государственной программы. Предупрежден, значит вооружен. Сотрудники МЧС провели рейд по многоквартирным домам и проверили исправность газового оборудования. Разбор полета. В Доме правительства обсудили последствия чрезвычайного происшествия в Чебоксарском аэропорту. Повышение инвестиционной привлекательности и улучшение бизнес-климата в регионах страны. Эти темы стали основными на заседании Президиума Государственного Совета России и консультативной комиссии под руководством президента страны Владимира Путина. В числе участников главы регионов-лидеров по привлечению инвестиций. Создание комфортного делового климата – одна из приоритетных задач государства. Президент страны Владимир Путин отметил, в последние годы был предпринят ряд мер, которые уже дали положительный результат. Для всех регионов действуют единые законодательства и созданы равные возможности. Однако предпринимательская картина везде разная. Среднее время выдачи разрешения на строительство, на подключение к электросетям или регистрации прав собственности отличаются от региона к региону, к сожалению, в разы до сих пор. В два, в три и более раз. Это значит, что власти на местах, вот там, где это происходит, безусловно, еще, как бы так помягче сказать, имеют еще много резервов. А если попроще, не дорабатывают. Сократить разницу можно, и это доказывают отдельные регионы. К примеру, Учваша – один из лидеров по инвестиционной привлекательности. Такой высокий результат – показатель слаженной и эффективной совместной работы республиканских властей и бизнес-сообщества. Рабочая группа Госсовета разработала 12 целевых моделей, в основе которых лежат успешные практики ряда субъектов. Целевая модель представляет собой систему факторов, обеспечивающих благоприятный инвестиционный климат. По каждому фактору определено целевое значение, то есть та рамка, к которой нужно стремиться. А также показатели, с помощью которых можно оценить процесс движения к поставленной цели. Уже к следующему году в каждом регионе должны быть выработаны дорожные карты. Их реализацией будут заниматься специально созданные проектные офисы. Эти карты будут работать в режиме онлайн, вся документация в электронной форме. Доступ к этой системе получат также предприниматели и деловые объединения на местах. И мы будем видеть, как с одной стороны отчитывается региональный профильный министр по исполнению дорожной карты, а также мы будем видеть, предприниматели будут иметь возможность рассказать о том, как они в реальности в том или ином регионе проходят эти процедуры и сколько времени на это тратят. Владимир Путин подчеркнул, комфортное ведение бизнеса напрямую зависит от местных властей. Я хочу, чтобы мы все понимали и относились к этому по-серьезному. И никто не обижался потом за то, что будут приниматься какие-то меры, в том числе административного и кадрового характера, если ничего не будет меняться к лучшему. Сегодня голова Чувашии Михаил Игнатьев на еженедельном совещании обозначил ключевые направления работы по привлечению инвестиций в регион. У нас, с одной стороны, работа такая результативная проведена, за что выражает всем благодарность. Но, с другой стороны, у нас еще много работы для того, чтобы еще лучшие условия создать. 12 моделей. Вот надо со сайта Кремля полностью взять выступления общественных организаций. Четко это все обозначено, в каких регионах, по каким направлениям имеются лучшие практики. Их надо внедрять. Прошу не обсуждать бесконечно. Жестко надо нам работать дальше, потому что мы по отдельным параметрам начинаем терять. Разбор полетов. На утреннем совещании в Доме правительства обсудили последствия чрезвычайного происшествия в Чебоксарском аэропорту. Напомним, в конце прошлой недели при посадке в ледяной дождь передняя стойка шасси самолета выкатилась за пределы полосы. Какие выводы будут сделаны после ЧП, выяснял мой коллега Дмитрий Ковалев. Нештатная ситуация в аэропорту Чебоксар показала, что экстренные службы к подобным ЧП оказались не готовы. Очевидцы говорят, после посадки самолета больше полутора часов им пришлось просидеть в салоне. Руководитель Минтранса региона признает, что автобусы для эвакуации людей можно было подать и раньше. Долгое время специалисты решали вопросы с буксировкой воздушного судна. Заявка на автобусы поступила очень поздно. Пытались отбуксировать самолет вместе с пассажирами и в самый последний момент отказались от этой идеи. Заявка поступила, моментально подъехали автобусы Чуаши, автотрансы. Проблема еще заключается в том, что матч в аренду не взял буксировочный тягач. Он был не готов к буксировке. Глава республики отметил, причины этого ЧП необходимо детально проанализировать. Не исключено, что в отношении виновных сделают и кадровые выводы. Люди будут привлечены, может быть, если где-то коснется каких-то вопросов. Никаких вопросов нет. Но мы, органы власти, на безопасность людей обращали внимание в приоритетном порядке и обязаны обращать внимание. Необходимо принять меры и в отношении подрядчиков, занятых на уборке трасс. Далеко не в каждом муниципалитете дороги очищали оперативно. Серьезная ситуация в Валиковском районе, особенно на склонах фирмы «Меридиан-подрядчик», которая должна своевременно обрабатывать дороги реагентом. К сожалению, неполный комплекс машин вышел по нормативам на эти дороги. Ситуацию с уборкой дорог глава Минтранса обсудила на рабочей встрече с председателем правительства республики. Нерадивых подрядчиков отмечает, Михаил Резников будут наказывать, причем не только рублем. Будут предписания выписаны подрядным организациям. И, может быть, даже пойдем на расторжение контрактов при повторении последующих таких подобных случаев. Гололед сковал и пешеходные дорожки. Всю пятницу трампункты работали в авральном режиме. Пациенты жаловались на то, что медицинской помощи им приходится дожидаться часами. На выходные дни травматологическую службу в Минздраве и Республике распорядились усилить. В субботу очередей в больницах города не наблюдалось. Пол восьмого привезли. Ну вот пока вот жду, откуда я знаю, там что, документы там оформили. К приему травмированных пациентов оказались не готовы в БСМП. Больнице, говорит глава регионального Минздрава, не хватает травматологов. В экстренных случаях, отмечает Михаил Игнатьев, необходимо привлекать специалистов из других поликлиник. Вы же в любой больнице таких случаев можете перебросить. Любой главврач по согласительным процедурам должен даже издать приказ и направить там на три дня командировку. Люди не должны теряться. Люди не должны суету создавать. Зимой необходимо работать в условиях повышенной готовности, подытожил глава региона. Погода может преподнести еще немало неприятных сюрпризов. Медрик Ковалев, Сергей Адушкин, Рассель Мухаммедов. Республика. Семь семей, проживающих в ветхих и аварийных домах в Шумерле, получили ключи от квартир в новостройках. Сейчас идет реализация третьего этапа программы переселения. На ежедельном совещании в Доме правительства обсудили проблемы переселения из ветхого и аварийного фонда. В 2016 году из аварийного жилого фонда республики необходимо переселить больше 3,5 тысяч человек. По данным Министерства строительства, новую квартиру получили 320. Получается, что программа в этом году выполнена лишь на 10%. Основные проблемы остаются, можно сказать, те же. Это низкий темп строительства на квартирных домах. Козловский район, Марпасадский район, город АлатРа, город Чебоксары. Депрестинский район, в данном случае подключение системы газоснабжения. И в администрации города АлатРа не решено опрос по разблокировке расчетных счетов. Сейчас, по словам министра, ведется претензионная работа со строительными компаниями, которые нарушают сроки возведения жилья или подготовку к проектной документации. Но, судя по всему, начинать ее надо было раньше. Год уже кончается. Пускай отказываются от дальнейшего строительства, расторгают договора и так далее. Возмещают все те санкции по претензионной работе мирным путем, чтобы нам не затягивать. Это государственная программа. Тут шутить нельзя им, прежде всего. Там есть бенефициары, опять-таки не называйте его. Кто там учредителем является? Кто нанят имиджев? Они сейчас будут менять директоров и так далее. Никто не позволит сорвать строительство и ввод в эксплуатацию этих домов. В Чебоксарах сейчас необходимо снести 22 дома. Работа ведется, но с отставанием, заметил исполняющий обязанности главы администрации столицы Герман Александров. Ведется переселение из дома номер 5 по Красноармейски, отделки не строя. Второе, это по улице Социалистический дом 7, это регион Жилстрой. Маленькое отставание есть, мы это поправим. Ну не маленько, сроки, сроки истекли. Подписанные документы, правоустанавливающие документы об этом говорят, соответственно. Какая претензионная работа проводится? Претензионная работа проводится. Мы хотим поправить, что до 1 сентября 2017 года все дома программу выполнены. Есть судебные разбиратели. Вы верите в это, да? Верим. Верите, уверены в это. То, что министр сказал о том, что по строительству домов есть проблемы, но мы верим, видим, что до конца года эти дома мы сдадим. Вы своей командой управляете, понимаете, нет, и заставляете этих подрядчиков. Вот где государственная программа, они хотят срыв допустить, да? А потом, Игнатьев, отвечай перед президентом России, меняйте, выгоняйте с этого рынка. Тут человеческий разговор, на этом заканчиваться должен. Михаил Алексеевич, выгонять времени нет, надо достроить. Мы достроим это. Заставляйте тогда работать. И качество работы должно соответствовать всем тем нормативам и стандартам. Глава республики поручил председателю кабинета министров оценить выполнение параметров дорожной карты и сделать все, чтобы программа по переселению из аварийного жилого фонда в Чуваши не была сорвана. Татьяна Молокова, Азель Мухаммедов, Республика. Министром юстиции и имущественных отношений назначена Наталья Тимофеева. Соответствующий указ подписал сегодня глава Чуваши. До назначения на эту должность Наталья Юрьевна исполняла обязанности министра. Напомним, в республике упразднили Государственный комитет по имущественным и земельным отношениям. Его функции передали Минюсту республики. В свою очередь Минюст переименовали в Министерство юстиции и имущественных отношений. До назначения на эту должность Тимофеева с марта 2012 года работала заместителем руководителя Минимущества республики. Международная новость. Новым президентом республики Молдова избран социалист Игорь Дадон. Михаил Игнатьев направил победившему кандидату поздравительную телеграмму. В прошлом году делегация Молдовы посетила Чувашию. Тогда на встрече с главой Чувашии обсуждались возможные направления сотрудничества. В первую очередь в области агробизнеса. Молдавские сельскохозяйственные предприятия активно используют средства химической защиты растений. Но область взаимных интересов надо расширять. Чувашия может быть выгодным поставщиком электротехнической продукции. Кроме того, наша республика готова помочь и в сфере образования и здравоохранения. Природный газ в доме явление привычное. И люди стали забывать о том, какую опасность он в себе таит. Халатность и невнимательность приводят к трагическим последствиям. Но, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Работая на опережение, сотрудники МЧС совместно с городской газовой службой провели рейд по жилым многоквартирным домам и проверили исправность газового оборудования. К счастью, в Чебоксарах обошлось без взрывов бытового газа. Было зарегистрировано несколько так называемых хлопков – маломощных взрывов без разрушительных последствий. По городу запланировано проверить более двух с половиной тысяч домов. Большую часть работы сотрудники спецслужб уже выполнили. На сегодняшний день, в этом году, более двух тысяч домов мы уже совместно отработали. Вообще, мы эту работу профилактическую ежегодно проводили, но без привлечения специалистов именно газовых служб. Совместная работа оказалась куда более продуктивной. Сотрудники провели более детальный осмотр газового оборудования. Напомнили жильцам о технике безопасности. По какому номеру телефона звонить, знаете, преподавали или причащение ситуации? Ну, да, день. Вот вам для напоминания, еще раз напомню, изучите и ознакомьтесь. Жители многоквартирных домов воспринимают такие проверки с доверием. Нередко задают много вопросов. Оказывается, далеко не все помнят, как нужно действовать в чрезвычайных ситуациях. Абонент-пользователь газа, почувствовав запах газа, должен проветрить помещение. Не пользоваться приборами электрическими, освещением. То есть не включать, выключать выключатели. Выйти в безопасное место и позвонить в специализированную организацию. «Газпром» газошпиленча «Боксары» по номеру 04, сутов у телефона 040. Стоит отметить, что даже 1% бытового газа в воздухе приводит к взрывоопасной концентрации. При обнаружении утечки ни в коем случае нельзя проявлять самодеятельность. Необходимо сразу обратиться к специалистам. Еще очень важная информация. Газовое оборудование, как и любое другое, стареет. Поэтому проверяйте и его годность. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика. Из полугодовой командировки на Северный Кавказ вернулись сотрудники сводного отряда полиции МВД Почуварской Республики. В управление МВД России по городу Чебоксары стражи порядка встретили министра внутренних дел, генерал-майор полиции Сергей Неяскин. Руководители подразделений, родные и близкие. Как отметил глава МВД, поставленные перед сводным отрядом задачи были выполнены в полном объеме и, самое главное, без потерь среди личного состава. Незадолго до этого сводный отряд чувашских полицейских отправился на Северный Кавказ для смены своих коллег. Союз биатлонистов России определился с составом сборной страны для участия в международных соревнованиях в сезоне 2016-2017. В него вошла и воспитанница Республиканского центра зимних видов спорта Татьяна Акимова. Первый международный старт назначен уже на 25 ноября. 175 лет. Возраст солидный. Отметить его в Сбербанке решили, соответственно, древней и мудрой игрой. С подробностями Ольга Пырочкина. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чувашия» уже завтра. Повсюду шахматные доски и шахматы маленькие и большие. Это не роман Джоан Роулинг и не сказка Льюиса Кэрролла. Это рассказ про то, как Сбербанк отметил свое 175-летие. Отделение Сбербанка в «Чувашии» организовало шахматный турнир для школьников. 20 команд, 7 кругов игры на каждый тур всего 10 минут. Самое главное, наверное, в партии внимательность. Хочется выиграть очень. Чем вам нравится эта игра? Ну, развивает внимание. «Король в ловушке» – так, по одной из версий переводится «шах» и «мат». Игроки отмечают – шахматы учат логически мыслить, просчитывать ситуацию на несколько ходов вперед. Как мой тренер говорит, будет ум, будет все. Одну партию я выиграла, одну проиграла сейчас. Я не профессионально занимаюсь шахматами, поэтому я просто любитель. Что самое главное в партии, когда вы играете? Получать наслаждение от этого. Помимо удовольствия от игры, победители турнира Сбербанка ждали и другие приятные моменты. Я смотрю, все хорошо организовано. Дети, которые сегодня участвуют, просто явно напряжены, сосредоточены. Для них сегодня будут призы, призы в виде медалей, будут и сладкие призы от Сбербанка, будут и умные призы, это награды, курсы, обучение. Пока дети разыгрывали традиционные партии, на необычной площадке разрабатывали стратегию взрослые. Белыми фигурами играла команда представителей СМИ и блогеров республики, черными – представители Сбербанка. Первые ходили оперативно, успевали отписываться в блогах и соцсетях. Вторые после долгих обсуждений делали взвешенные ходы. Мы сейчас пытаемся атаковать, разыграли активный дебют, так называемый королевский гамбит. Рокировочка у нас была уже с королем, поэтому мы ее сделали. Мы сейчас закрылись от своего короля, от шаха, поэтому пока у нас защита неплохая. И планируем дальше развивать атаку на короля белых. Шахматы – очень логичная игра, приходится очень много думать, именно логически, и очень развивает мозги, не застаивается. Одна из самых длительных партий в истории шахматы длилась более 20 часов. Неизвестно, сколько бы длилось это, однако белые предложили ничью. Так что, как ни банально, но победила дружба. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!